Привет, друзья! Подписки мои! Что у нас сегодня за видео? А у нас сегодня видео про Валькирию и, естественно, друзья мои, вы... У меня вот с вами есть постоянная битва, борьба с подписчиками, да? Значит, первая борьба у нас. Я скатился. Ну, это мне пишут, наверное, со второго ролика. То есть, ну, не со второго, конечно, я утрирую, но в целом вот... Я стал снимать, там прошло пару месяцев, пару роликов моих залетело, и вот дальше все. Ты скатился, ты был лучше туда-сюда. Че скатился, где скатился, я не понимаю. Ну, реально. Это первое. Второе. Ты путаешь тазвание бейблейдов. Да, запомнить все невозможно. Я старый человек, и в одном ролике одним дублем сложно все запоминать. Да и вы тоже не супер все помните, скажем так. Так, дальше. Собирай сборки. Сборки собирать было прикольно, когда у меня было мало волчков. Когда волчков стало, ну, все, и Токаратоми дает нам сама рандом бустеры, то это как бы тоже, ну, уже... Ну, неинтересно сборки реально собирать, сидеть, ну, как бы вот. То есть, я в турнирах-то я не участвую как боец, как соперник, да? Поэтому, ну, чего мне собирать сборки? Я открываю, тестирую, показываю новинки, подделки и так далее. Моя миссия в этом. Если кому-то интересны сборки, это не ко мне. Собирайте сами свои сборки, камон. Дальше. Не пой, не ори, не кривляйся. Ну, во-первых, это моя фишка, я такой есть, я не только в роликах такой, я и в жизни такой, типа, я реально, ну, такой человек. Я никаким образом не притворяюсь для роликов. Естественно, в ролике немножко гиперболизировано, но я могу спокойно и в ТЦ запить, на улице запить, где угодно. Мне вообще по барабану, че об этом кто подумает, я такой человек, и мне ценя не собираюсь. Вменяйтесь вы. Это с вами что-то не так. И последний, последний, так сказать... А, еще был там то, что я путаю название волчков, ну, это вопрос уже к Хасбурне, ко мне. И финальный такой камень преткновения на моем канале, это Валькирия. На протяжении четырех лет я ненавижу и хейчу Валькирию, и я это делаю весьма обоснованно. На протяжении всего этого времени мне пишут люди смс, что ты не умеешь ее запускать. Вот посмотри там ролик, вот он умеет. Вот я там во дворе там всех, ну, вы молодцы, вы красавчики. Но вы забываете одну маленькую вещь, что не все такие задроты, как вы. Даже если кого... Я не буду даже говорить о том, что Валькирия не выиграла ни одного турнира. Валькирия просто, ну, проигрывает всем волчкам из своего сезона, да. Я об этом даже говорить не буду. Я буду говорить про... 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 про детей, да. Про блейдеров, которые, ну, такие типа, какой купить волчок? О, давайте мне самый сильный там, да. Ой, хочу Валькирию, и Валькирии... Они берут ее, но они проигрывают. Они берут Геркулес, побеждают. Все, Валькирия, отстой. А с чего началось? Началось с моего первого заказа на Алиэкспрессе. Это была Чоу Зет Валькирия. Она, по-моему, стоила 1800 рублей. Я заказывал... Она мне шла полтора или два месяца. Это дико меня удручало. Она пришла с плохо прокрашенным глазом. С мятой коробкой, да. Вот это вот все. Огромное количество было в ней минусов, весьма объективных. Мне писали... Реально, вы не можете поспорить с тем, что у нее за полтора, вот за двушку, плохо покрашен глаз. Блин, вот вам тут у меня такой свет плохой. Ну, явно видно, глаз один покрашен плохо. Это... с этим спорить глупо. Это вот оно есть, да. Дальше. Коробка была мятая, мятая. Да сфига ли она должна быть мятая. Дальше. Наклейки отрываются с нее. Отрываются. Драйвер стерся. Да, в мультике фишка, но я не хочу, чтобы... Вы прикиньте, вот вы купили там, не знаю, какой-нибудь себе, ну, не знаю, джинсы, да. А они у вас спустя время, ну, типа, поменяли цвет. С чего бы? Ну, как бы, да. Вот. Короче, там еще были причины к Валькирии. Огромное количество. И мне вот с того момента, вот, меня предъявляют. Сегодня я хочу снять показательный бой о том, что... Безусловно, давайте так. Если вы будете тренироваться, всю жизнь положите на то, чтобы натренироваться, сыграть Валькирии, возможно, вы будете побеждать. Да, в одном бою из десяти вы победите. Но остальные девять проиграете. Это абсолютно точно. Валькирия нужна в бейблэге для другого. Я уже рассказывал. Вы смотрите мультик, главный бей главного героя покупаете, он слабый, вы покупаете еще. Если вы сразу купите Феникса, зачем вам покупать вообще другие волчки? Вот и все. Сегодня будем батлить не вот этой Валькирии, а будем батлить на примере вот этой прекрасной Валькирии. Мне тут есть тема, что чтобы эта Валькирия была супер потрясающая, надо миллиард раз крутить данный драйвер, и тогда она будет крутиться там 10 минут и всех побеждать. Ну вы серьезно? Да, если вы задрот, фанат, псих, сумасшедший человек, который готов реально все свое свободное время тратить не на, там, не знаю, сборки волчков, тесты, битвы, веселье, развлекалово, а готовы сидеть и вот так вот крутить, чтобы что-то там у вас получилось, ну, удачи вам, да? Но говорить о том, что Валькирия топ, ну надо просто часа три покрутить эту фигню, ну это чушь. Сегодня Валькирия батлит с всеми волчками третьего сезона. Честно, я бы сделал битвы показательной о том, что Валькирия четвертая против всех, пятая против всех, шестая, седьмая против всех, и она бы везде проиграла. Но я не хочу этого делать, я хочу просто на примере вот конкретной Валькирии третьего сезона, потому что они попроще, чем... Они побыстрее, скажем так, крутятся, побыстрее заканчивается бой, наверное, так. Первый соперник, давайте вот начнем, ну, они все сильные, третий сезон вообще был имбовый, кроме вот Аэкскалибура. Давайте с Аэкскалибура начнем, он самый слабый волчок, второй после Валькирии, вот они двое. А, там еще был Вася Леопард, но он как бы второй сезон. Даем Валькирии фору, запускаем ее второй. Погнали! Вот. А, смотрите, вы пишете, быстрый-быстрый запуск, суперсильный запуск и так далее, да? Вы об этом пишете, конечно, все это можно научиться, но это же просто игра в Бэйблейд, и хочется проще как-то выигрывать, да? Не хочется недели тратить на то, чтобы что-то там учиться. А Валькирия победила, ну, я говорю от слов вот начинающих юных Блейдеров, которые такие, типа, а, буду я сейчас неделю узнавать, как запускать Валькирию. Не будут они этого делать, а они хотят купить волчок и побару. Вот смотри, Аэкскалибура победила. Круто? Круто. Идем дальше, давай. Погнали. Волчки одного сезона. Феникс. Сразу. А чего? А чего мне ждать? Давай. Феникс. Валькирия. Ого! Как она запрыгнула. Вау! Бёрсту! 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 На мгновение мне показалось, что это Валькирия взорвала Феникса, но нет. Я еще раз. Валькирия внешне крутая. На арене ведет себя здорово. Как это, мне скидывали видос типа этого Фраера какой-то забыл. Что там, свинья у него в нике, я не помню, как там. Свинья, короче. Вот. Аэ... И он там делал, короче, батл типа Хасбра с Валькирией на аренах Хасбро. И типа Валькирия выиграла там в финале, но получилось так, что Сприггин все, что делал, просто выпрыгивал за пределы ринга. Так, все. А значит, один бой на стороне Феникса. Я не ожидал такого быстрого бюрста, но допустим. Допустим. Хорошо. Давай дальше. Дэд Феникс. А чего? Один сезон. А как? Ну, типа, это же не, ну... Все. Я думаю, все очевидно было. Вот. Начнем с сильнейших, пойдем вниз. Все. Ну, давай, Валькирия. Вот. Главное в запуске запустить волчок. Вы можете сколько угодно выпендриваться вашими там мясорубками и так далее, но это все для потехи. Мы говорим про победу на турнире. Давай дальше. Дэд Хэдис. Че бы и нет. Дэд Хэдис. Полетели. Валькирию запускаю второй. У нее есть космическая фора. Я запускаю ее хорошо и очень сильно. Чтоб вы понимали. Вот. Не хватает ей выносливости, понимаете? Из-за ее драйвера. Ну, не хватает. И она еще бёрстается. А! Че-то сейчас было странно. Вот. Погнали. Идем дальше. Так, ну что? Че-зет Сприган? Ну, один сезон. Да? Ну. Да. Можете сказать, что... Возьми, че-зет? Да она такая же слабая. Вот смотрите, друзья мои. Че-зет Спригана? Победила Валькирия. Бейзон был неправ. Вы представляете, что? Но. Во-первых. Это случайность. Во-вторых. Сприган у нас лево-право-сторонний. И у него три режима драйвера. А данный драйвер был на атаке. Мы переставляем на защиту. Хотя я могу этого не делать. Да я не буду, наверное, даже этого делать. Потому что это будет не совсем... Это будет слишком просто. Ну, для Спригана. Валькирия, кстати, почти взорвалась. Так что, ну, вообще бред. Полетели. Э! Огромная. Ого! 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 Валькирия творит дичь какую-то. Что ты творишь, Валькирия? Да, Сприган на атаке не самый лучший Бейблэйд. Но против... А! А, Вайс Леопард из этого сезона. Ну, все, все. Все, понимаешь? Ну, Валькирия не выкинула соперника. Да, фишка Валькирии быстро взорвать, быстро выбросить за пределы ринга. Однако это происходит, я не знаю, в трех процентах из ста. Ну, есть ли в этом смысл? Наверное, нет. Пройдем дальше. Фарнеус. Пока у нас счет 4-1 в пользу... Ну, не в пользу Валькирии. Вот все. Я даже не буду перезапускать. 5-1. Давайте, чтобы вам было повеселее, давайте Вайс Леопарда. Вайс Леопард должен проиграть, потому что он тоже слабый. Он очень крутой визуально, но очень слабый. А, нет! Ха-ха-ха! 6-1. Даже Вайс Леопард победил Валькирию, понимаете? Ну, Айрнайт. Хорошо, давай попробуем Айрнайт. Он тоже послабее такой. Он очень клевый, с драйвером от Беркулеса, но тоже слабый. Так, интересно. Опа! Берсту, берсту, берсту. Да, сокрушила Валькирия его. Слушай, на самом деле тоже случайно себе на берсту, но хорошо. Не-не-не, записываем. Окей, 2-6. 2-6. Так, кто еще? Давай Фафнира, Фафнирчика. О, обожаю гай... Да, все, я решил, я понял точно для себя. Идеальный размер бейблейдов. Третий сезон, кроме Форнеос. Форнеос мелковат. Вот, третий сезон с режимом ЧОЗЭТ. Вот такой нужен перезапуск. Все, да, потому что первый, второй все-таки слабоват, а вот третий идеальный размер. Итого. 1-2-3-4-5-7. 7-2. Ну, 7-2 в пользу не Валькирии. ЧОЗЭТ Ахиллес. Да, ЧОЗЭТ Ахиллес. Вау! ЩИИИТ! Бёрсту, бёрсту, бёрсту. Ну, это ничья. Это ничья. Больше бёрсту я, честно признаться, не хочу со стороны полчков. Давайте по Ахиллесу скипнем все равно и так. Ну, 7-2, я думаю, это и так. Ну, даже 7-3. Ну, как бы... Я думаю, все очевидно. Так, ну, ЗЭТ Ахиллес А тоже, кстати. Подожди, а кто у нас был слабейший к Скалибуру, а из Леопарда? Слушай, максимально прикольный сезон. Есть волчки слабые, есть волчки сильные. Оу! Блин, снова бёрсту. Вот, снова бёрсту. Жесть. Ну, с Валькирией весело. Я же не спорю. Понимаете? Я люблю Валькирию. Вы неправильно меня понимаете. Я обожаю этот волчок. Он очень клёвый. Он был главный герой. Я обожаю Вальта. Все остальные... Айга Каба, Драм Корью, Братья Тупари, этот последний чувак. Всё это бесполезный мусор. Вальта Ой лучший. Лучший... Не Блейдер, лучший персонаж. Да, лично мне больше импонирует Фри и Шу. Но, однако, Вальт... А, ещё этот. Мне нравится Фубуки. Вот я Фубуки, наверное, скорее, да. Обожаю Фри, но я, наверное, больше Фубуки. Хотя... Нет, я Фри, пофиг. Я крутой и я ленивый. Вот такая история. Я Фри, да, пофиг. Ну, Вальт самый лучший персонаж Бейблэйди. Я думаю, ну, это... Тут дело не в моей любви. Во Вальте Аой есть философия и мудрость. Как бы это смешно ни казалось. Так, у нас две ничьих. Кто ещё остался? Ну, я думаю, тут всё понятно. А вот Саламандра, Саламандра... А, подожди, Роктаворжи, да? Вот ещё Роктаворжи есть. Слушай, а столько... Слушай, а мне нравится вообще третий сезон. Блин, третий сезон. Я вот раньше безумно любил второй. Но вот сейчас спустя... Опа! Бёрсту, бёрсту, бёрсту. Неожиданно. Но вот сейчас, спустя года, я понимаю, что третий сезон в плане наполнения волчков, он топ. Потому что есть очень сильный, есть очень слабый, есть как бы такие 50 на 50. И очень много фишек, функций в каждом волчке. И персонажи интересные. Слушай, да! Третий сезон прям тащил его. Единственная проблема третьего сезона в том, что случилось с Фри. Ну, Роктавор одолел. Ну, Роктавор он на грани был, почти взорвался, почти проиграл, но одолел. Но всё, что тут ещё доказывать? Я не понимаю. Ну, а, Лангинус у нас ещё остался. Ну, хорошо, подожди. Я забываю про... Я, знаешь, я беру... Я уверен, там кто-то ещё найдётся. О, Кирбеус ещё найдётся. Блин, там ещё столько волчков. Все потестируем, погнали. Да, и вот эти вот BBVA волчки. Блин, жалко, у меня мало бустеров из третьего сезона. Ну, такое время было. Всё. Лангинус побеждает. И это, друзья, при том, что я запускаю Валькирию сильнее. Ну, не сильнее, а очень сильно и второй. Вот. Поэтому, ну... А она всё равно проигрывает. Так, Кирбеус очень слабый, да. Ну, Бёрсту. Ну, Кирбеус, он очень слабый. Он, да. По нему прям видно. Бёрсту, Бёрсту, Бёрсту. Да, третий сезон. Слушай, второй всё-таки... Я их люблю, но они мелковаты. А вот всё-таки здесь, да. Ну, чего? Ну, всё, я думаю. Ну, с Валькирией я не буду баттлить. А! Я, 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 я не говорю. Слушай, эти все волчки максимально разные. Посмотрите, сколько персонажей. Я вот сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать персонажей плюс волчки ВББА. Шестнадцатый данный, чувак. Понимаешь? А, нет. Этот не считается, Феникс, он один. Окей, пятнадцать волчек, пятнадцать персонажей. Сколько персонажей сейчас в шестом сезоне? Все старые. Да и не только там штук семь всего персонажей и волчков. Вы чё? Третий сезон просто потрясающий. Посмотри, пятнадцать персонажей. Круто. Каждый месяц новый волчок. Крут, круто. Я реально забыл про... Я, 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 я реально думал, я всех побаттлил уже. А тут Бах, Когнайт, Саламандра, Лангинус, ещё, а, ещё же этот, ещё же этот. Я думаю, всё очевидно. Ну, объективно. Геркулес. Тут максимально без... Ну, да. Давай вернём Валькирию. Максимально без шансов. А вот. Подытожим. Подытожим, пока они вращаются. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять побед, да, у волчков третьего сезона. Четыре победы максимально случайные вот у этих ребят и две ничьи с Ахиллесом. Ну, там берсту как бы было, поэтому... Я думаю, этого достаточно, чтобы показать, что Валькирия слабейший волчок. Ну, как бы, ну, к Скалибру ещё, да, ну, к Скалибру они особо любят. Я обожаю Ксандр Шикадера, господи, я когда смотрел, когда он там против 50 соперников батлил, я так... Или против 100, я так за него переживал, он реально крутой. А, не, подожди, я-то батлил Вальд против 100 соперников, а Ксандр просто крутой, и он, типа, батлил до Вальда. Всё, я понял. Ну, короче, и так происходит с каждым, с каждой Валькирией в каждом сезоне. Да, ещё раз, она крутая-крутая, Вальтовой крутой-крутой, визуально симпотная-симпотная. Можно ей выиграть? Да, конечно, можно, я же никогда не спорил с этим. Один раз из десяти, да, но девять нет. Слабая, я думаю, всё очевидно. Всё, подписка, ставь, тяк, следующий си, пока-пока.